Hello and welcome to lesson 8 Мы спим, называется по-английски bedroom Легко запомнить, поскольку слово состоит из двух слов Bed, room, кровать и комната Комната с кроватью, спальня, bedroom Кстати, гостиная, living room, также состоит из двух частей Living room, living, а вот глагол live, жить, room, комната, то есть жилая комната Жилая Идем дальше Kitchen, кухня И ванная комната bathroom Как вы можете заметить, большинство названий комнат состоят из двух слов Второй элемент, как правило, это room Первый элемент смысловой, смыслоразличительный элемент Bath в данном случае Bath это ванна, ванна с комнатой Вот у нас и получилась ванная комната Bathroom Я приглашаю вас в первую комнату нашей квартиры Итак, в первой комнате у нас стоит по центру диван И как-то несколько пустовато, согласны? Давайте мы немножечко оживим картину Угу Окей Давайте постараемся запомнить все основные предметы, которые у нас находятся в гостиной Помните, кстати, как будет гостиная по-английски Точно Living room Итак, картина, которая висит на стене, называется Picture Я думаю, многие из вас это слово знают Picture На тумбочке стоит лампа Или ночник Называется достаточно просто Lamp А вот торшер По-английски стоит из двух частей Ничего особенно сложного Получается обычная стандартная лампа Или standard lamp Если мы прочитаем это слово правильно Standard lamp Это торшер Это маленькая тумбочка Справа Называется Side table Table нам слово, наверное, знакомо Да, это стол Side Боковая Боковой стол Side table Тумбочка Да, позади дивана у нас находится окошко Оно называется window Не сомневаюсь, что это слово знакомо большинству из вас Справа у нас располагается стул Обыкновенный Он же по-английски chair А вот кресло Ну, в этом слове есть часть, которая называется стул Да, chair Но слово длинное Arm chair Состоящее из двух, по сути дела Arm Если помните тему части тела Arm это верхняя часть руки Chair Это стул Arm chair Как бы стул с подлокотниками Получается кресло Arm chair В центре нашей картинки располагается журнальный столик Они его называют кофейный столик Мне кажется, мы тоже так можем сказать кофейный столик Собственно, это и есть coffee table И на столе находится ваза с цветами Ваз Ну, я не упомянул слово цветы Flowers Ваза с цветами, если мы хотим сказать То получится A vase with flowers И, конечно же, что занимало главную часть данной картинки Это диван Диван называется таким простым словом, как sofa У нас с вами есть такое слово, как sofa, правда? Вот и диван по-английски называется sofa На диване лежат маленькие подушечки Не путается с теми подушками, на которых мы спим Эти такие декоративные подушки Вот они по-английски называются cushions Одна подушка, соответственно, cushion И на полу то, на чем все стоит Коврик, ковер A carpet Carpet Ковер А следующая комната у нас спальня Помните, в самом начале мы перечисляли название всех комнат Помним название? Верно, это как бы комната с кроватью Bedroom Итак, что же у нас есть в bedroom? Ну, начнем с зеркала Зеркало от слова mirror Внимательно, как оно читается Mirror Подушки Помните, мы говорили про декоративные подушки Только что они назывались cushions А вот подушка, на которой мы непосредственно спим Называется pillow Cushion Декоративная, не искусственная Декоративная подушка Подушка для сна Pillow Пожалуйста, не путайте Комод Вот такое вот длиннющее слово Даже не слово Три слова Chest of drawers Внимание на последнюю третью часть Draws Читается именно таким образом Chest of drawers Комод Эта стрелочка указывает у нас на простыню Простыня по-английски Bed sheet Опять же, две части Bed Кровать Sheet Вообще, это лист бумаги Или что-то тонкое В данном случае Bed sheet Получается Простыня Ну и собственно В центре данной композиции У нас находится двуспальная кровать Double bed Если мы уберем слово double Получим просто bed Будет обычная Кровать на одну персону Рядом с кроватью находится тумбочка Прикроватная тумбочка Собственно, она по-английски так же практически и называется, как и по-русски Ну, за исключением только, что это не тумбочка по-английски, а table Стол Да? Прикроватный столик Bed side table Помните, у нас было в прошлой комнате side table Это у нас была тумбочка в гостиной А вот в спальне Это скорее будет называться bed side table Ну что ж, идем дальше На кухню На кухне нам тоже есть, что выучить Ну, для начала вспомним само слово кухня Да? Это kitchen Начнем с вытяжки Она по-английски называется cooker hood Или в быту просто убирают первую часть, убирают cooker и говорят hood Раковина по-английски называется sink Внимательно, как это слово произносится Вспоминаем правило чтения, сочетание nk Sink Носовой звук должен получиться Холодильник, он здесь у нас как-то не очень выделяется по цвету Но, тем не менее, теперь так модно Теперь делают все в одном цвете Холодильник Fridge Fridge это сокращенная версия У длинного слова refrigerator Ну, вы знаете, в жизни, как правило, называют это именно fridge Refrigerator как-то слишком уж больно мудрено и длинно не надо Запоминаем слово fridge Настинный шкафчик, да, вот это вот, куда мы убираем посуду По-английски называется cupboard Причем внимательно, смотрите, у нас здесь написано cup Board, да, как бы из двух частей Board Шкафчик Cup Чашки, да, шкафчик для чашек Однако, звук п и б как бы сливаются воедино И п практически исчезает Мы, не практически, а исчезает И слово получается cupboard Угу Стол, на котором мы что-то готовим, режем в кухне Стол, да, имеется в виду Называется counter И еще важный момент, это плита Кухонная плита Она называется либо cooker Еще есть слово stove Ну, пока достаточно слова cooker А вот то, что ниже, это oven Опять же, внимательно, внимание, читайте это слово oven Не совсем так, как оно пишется, как вы видите Овен, это духовка Духовка oven Плита сама по себе называется cooker А теперь достаточно большое разнообразие Выбор различных кухонных предметов Кухонная утварь Поехали С самого начала, что мы с вами видим Кастрюля Называется Sauce pan Sauce pan Нож Knife Вилка Fork Ложка Spoon Это обычная столовая ложка Среднего размера Или большого размера А если мы хотим сказать чайная ложка В одном из моих предыдущих уроков это слово уже было То просто вспомним слово чай Чай по-английски tea Ложка Spoon Соединили вместе Получили Teaspoon Собственно Чашка Cup Сковородка Pan Терка Greater От глагола great Тереть Существительное Greater Терка Интересное слово Дуршлаг Можете назвать его Calender Можете назвать его Strain Ну вы знаете Есть сито Есть дуршлаг Они сейчас делают такие Дуршлаг сито Что в принципе Они похожи друг на друга Я как Полный дилетант В этой области Решил дать вам оба слова Calender И Strain Что-то из них Точно подойдет Лопатка Которой мы пользуемся Для того Чтобы что-либо Перевернуть На сковороде Называется Spatula Или Spatula Ну несколько по-разному Его произносят Spatula Блюдце Блюдечко Sosa И тарелка Plate Ну и Следующая комната В которую мы с вами попадаем Это ванная комната Если помните Она называется Bathroom Ну собственно Два слова Bath Ванная Room Комната Bath Room И в самом центре картинки Куда же без нее Это сама ванная И называется она Ну который раз Я уже это повторяю Bath А на ванной Висит Необходимая вещица Которая называется Полотенце А по-английски Towel Причем важно То как это читается Да Внимание Это Towel Окей Ну куда от этого деться Разумеется Необходимый Необходимая деталь Любой Практически Ванной комнаты Или Туалетной комнаты Это унитаз И называется По-английски Лаватри Пен Лаватри Пен Еще Одна деталь Ванной комнаты Это душевая кабина И по-английски Она называется Шауэр Кюбикл Шауэр Душ Кюбикл Кабина Шауэр Кюбикл Ну да Необходимый опять же Элемент ванной Это Раковина С ящичками там разными И зеркало Над ним Над ней Над раковиной Соответственно Раковина называется Wash Sank Ну если вы обратили внимание То практически то же самое Что и раковина на кухне На кухне называлась Sank Здесь мы добавили Wash Sank Ну как бы это умывальник Wash это мыться Умываться Wash Sank Ну как бы раковина для умывания Ну а зеркало уже было у нас в спальне Mirror Ничем не отличается Это зеркало от того В плане его названия И несколько Аксессуаров Которые Часто ассоциируются с ванной Это зубная паста Она же Toothpaste Ну как по-русски Да Зубная Паста Tooth Zub Pa Paste Паста Toothpaste Зубная щетка Toothbrush Brush щетка Tooth Зуб Зубная щетка Toothbrush Мыло Seup Не путать со словом Суп Похоже Но тем не менее Читается иначе И не путать эти слова Seup И бритва Razor К сожалению Больше комнат В этой квартире Не осталось А мне остается Лишь поблагодарить вас Thank you very much For your attention И напомнить вам Что если вы еще Не подписаны на канал И вдруг захотите Это сделать То пожалуйста Нажмите прямо Вот в центре Вашего экрана Где написано Подпишись на канал Вот прямо туда Нажимаете И вы Уже подписчик Или подписчица Моего канала Кроме этого Не забывайте Ставить лайк Если вам понравилось Это видео Это палец Большой палец вверх А если вам Это видео Не очень понравилось Вы можете нажать И dislike Пожалуйста Кто же вам запрещает Все Всем огромное спасибо За ваше внимание Bye bye And see you soon In my next video lessons Субтитры сделал DimaTorzok